И всем привет ребят, с вами Собранка, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик по освещенной игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем одно из новых устройств, я уже протестировал устройство на страйкер, которое называется Фаустер, ну и теперь мы вместе с вами протестируем новое устройство с Эмми Статус Эффектом, посмотрим как оно себя будет проявлять в рамках матчмейкинга, давно я не катал вообще на страйкере без возможности дистанционного подрыва, поэтому будет очень интересно посмотреть как себя проявит это устройство в моих руках, ну и постараемся добиться максимально жестких результатов, ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танк-хондов, для этого настройка игры в аккаунте установить ему личный так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, что же касаемо устройства Фаустер, как я уже сказал, видос уже на канале вышел, в описании ссылочку на него тоже прикрепляю, кто вдруг еще не видел, то переходите обязательно смотрите, ну а мы пикаем быстрый бой, ничего здесь выбирать я не буду, запикиваю по дефолтику, по стандарту, ну и надеюсь на то, что нам предложат сейчас не супер большую карту, ну в принципе пустынька, я считаю, что шикарнейшая карта для реализации как раз таки нашего вооружения, нифига себе, давно я не запикивался в матчмейкин в катку, чтобы у нас прям вместе со мной запикивались новые игроки в бой, это, ну для меня немножко даже удивление, так, ну и будем пробовать сейчас как раз таки накидывать урончик по противнику, смотреть, сколько здесь вообще будет залетать с каждой тычки, ну и плюс, насколько часто у нас будут криты вылетать, да, что самое главное, нам нужны криты и по сути, наверное, даже мне лучше стоит поменять здесь наш замечательный дрон, то есть я здесь пока что на кризисе, но такое ощущение, как будто под этот страйкер кризис мне здесь не нужен. Залетает у нас крит со сводки, но, к сожалению, иммунитет у противника от Эмми имеется, да и в принципе, наверное, довольно часто в матчмейкинге используют именно этот иммунитет игроки. Ну а что касаемо корпуса, почему я выбрал им сегодня именно хантер, в моем понимании страйкер на хантере смотрится очень круто, да, и в реализации этот корпус идеально просто сочетается как раз таки с нашей пушкой, поэтому здесь мой выбор пал именно на такую интересную комбинацию. Так, ну крит залетает даже при одиночной тычке, неплохо, пока что, если честно, это устройство даже выглядит интереснее, чем устройство фаустер, то есть по сути дефолтный страйкер, но с возможностью как раз таки наноски Эмми статус эффекта. Я думаю, что, кстати, это Эмми статус эффекта будет лучше всего работать против резистов и против тех, у кого как раз таки иммунитета не будет, то есть я со сводки смогу очень некисло наваливать большое количество демаджа и спокойнейшим образом разваливать оппонента. Вот, например, такого оппонента, по идее, я должен сливать за сводку, да, если у него залетает крит-точек с Эмми статус эффектом, то я спокойнейшим образом его могу уже отправить на респаунчик. Так, неплохой крит залетает, у меня, кстати, нет резиста самого себя, можно было бы резиста самого себя еще взять и взять гипериона, к слову, да, гиперион-то здесь был бы супер актуален под это все дело. Так, ну, вот этот вот, конечно, молот с пульсаром залетел прям очень невкусный. Так, давайте возьмем все-таки гипериона, попробуем реализовать эту комбину с ним, потому что мне кажется, что мне не хватает в моменте хп, не хватает в моменте хпшки, поэтому будем пробовать как раз таки реализовывать это все дело вот в таком виде, в такой комбинации. У нас что-то очень жестко пушит противник под доставку, у меня сейчас будет ООД-шка, и успели реализовать ее. Да, успеваем, но дотягивает она только лишь до одного противника. Двух мы здесь не респим. Ириса с гиперспространственными снарядами, здесь тоже очень не кисло наваливает, еще довольно много здесь домашки залетает от магнумов, поэтому надо особо под эту центральную линию не подставляться, иначе здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, я забыл, что я уже не на гипер... Ой, не на этом... Не на кризисе. Потому что у меня есть возможность прожатия полной расходки, надо этим паментиком пользоваться. И есть дополнительные аптечки Так, урона пока что по мне влетает прям супер много Паладина Рик Паладина Рик Вжимает аудишку Возможности отключить у меня ему припасы Уже не будет И он спокойнейшим образом делает уже вторую доставку Так, проверяем, кстати, насчет Того, смогу ли я унести резист Да, резист Без эми статус эффекта Со сводки с одной полноценной Сливается И это очень круто, то есть против резиста Вы можете спокойно Играть на этом страйкере И ни в чем себе не отказывать Единственная только проблема в том, что я На таких страйкерах Уже очень сильно разучился Играть, и вы видите Насколько большое количество выстрелов Я просто промахиваюсь Да, просто промахиваюсь Потому что, ну, непривычно мне Играть на таких темах Дистанционка портит Ваш скилл и умение Играть на этой пушке Потому что вы Привыкаете Стрелять не четко в оппонента А стрелять как раз таки Около противника А когда вы стреляете Около противника Чаще всего это заканчивается тем Что вы как раз таки Этот самый важный Момент и фактор Игры На вашей пушке Просто-напросто Теряете Так, мы меняем резисты Берем от скорпиона Берем от рельсы Летим, конечно, мы уже 0-2 И это не есть Хорошо Оудишку на этого я жать Противника не хотел В подборчик Играем Есть у нас шафт с лечением Который Довольно неплохо Меня здесь нахиливает Вот такую оудишку На троих Мы вжимаем А вот у игрока Здесь нету Как раз таки иммунитета Или бы он аптеку Прожал в тайминг И не заметил что-то Либо у него просто иммунки нету Хотя у него Расходка тогда бы спала Скорее всего Просто аптеку в тайминг нажал Ну и нам надо Теперь его зареспить Потому что Резист И Хорошо Даже я чуть переборщился С лодки По сути Даже и сводиться Это особо сильно Не надо было 13 Раз я уже умер 9 килов У нас всего лишь Пока что здесь имеется Катка Выглядит очень тяжелой И по ощущениям Мы ее Вместе с вами Здесь Не потянем В плюс Для себя Будем стараться Конечно Стараться Вытягивать Но Такое ощущение Как будто бы Шансов У нас здесь Супер-супер мало Так Уудишка залетает От нашего Крусейдера Пробуем здесь Добить Тесла меня набревает Наш хоппер Не вылетает Соответственно Наставку не делает Убердрайв конечно У меня копится довольно быстро С хантером С драйвером Но даже Это мне Особо сильно Здесь Не помогает Даже с этим Раскладиком Не сказал бы я Что О боже Еще пульсар Залетает Просто меня Набревает Пульсар Притом Долгий С оглушением Там я не знаю Сколько секунд Работает У него баллон Быстрее перезаряжается Чем я Как раз таки Успеваю Дать Все мега грустно Комбина Конечно Прикольная И режим Вроде как Неплохой Для этой комбинации Но Моя реализация Здесь конечно Хромает Ну и это Подтверждает Тот факт Что Подобного Рода Устройства С Статус Эффектами Не являются Имбами То есть Это не имбовое Устройство Это не какой-то Дисбаланс Это Просто устройство Которое наносит Статус Эффект То есть Это Ну грубо говоря Скамовое Устройство Для тех Кто открывает Ультраконтейнеры И кто С красного Свечения Вместо Какой-то Вкусняшки Просто-напросто Выбивает Вот такую вот Тему Которая Не нагибает От слова Совсем Вообще Никак Да То есть Оно просто Ну где-то там Около Середины Помете Будет И все Да То есть Здесь нет Вообще Никакой Абсолютно Имбы В этом плане Так Пробуем Накидать урончик Пробуем Добавить Контант Контентика Контактика Так Викинг Вжимается 0-2 Мы летим 220 очков У меня За столь Долгий Период Времени Это просто Отвратительный Результат Честно вам Скажу Это просто Отвратительный Результат Это очень Плохо Это прям Мега плохо Это не то что Плохо Это мега плохо Так 90% Овердрайва У нас есть Попробуем Что-то здесь Дать Ну Пока что Кроме промахов Я ничего здесь Контентового Не дал Паладин Въезжает Викинг Въезжает Попробуем Сейчас Прожать Овердрайв Хотя бы Законтрить Противника Может быть Хоть этот Параметр У нас Здесь Работает Но в одного Как-то Жать не хочется Второго Здесь Противника Сливают Пробуем Дать Сводейлу Сводейла Работает Сводейла Работает Вот Че-че А Сводянка Здесь Работает Четко Так Ну и Пробуем Влетать Под Доставкинца Пробуем Въезжалову Сделать И в очередной Раз Я не успеваю Прожаться О боже Просто Три Овердрайва Подряд Я не успеваю Прожать В оппонента Боже Что это Такое При том Что я Хотел сделать Все реально По грамотному То есть в тот тайминг Когда мне Надо Овердрайв Я хотел прожаться Но по итогу Я не успеваю Прожать Уже Третий Оуди Это конечно Максимально Максимально Грустно Три минутки До конца Тринадцать Двадцать Два Полностью Всосанная Катка И без Шансовая По ощущениям Так Пятьдесят процентов Ну у меня Один овердрайв Наверное еще будет То есть я вот Сколько овердрайв Нажал Вы можете посчитать Из них Сколько я отдал В молоко Можете написать В комментариях Мне кажется Как будто я Четыре овердрайва Нажал И три Просто В молоко Пустил По ощущениям Ну и видите Здесь Работает Кемперство Да то есть На такой карте Мне хочется Доставлять Мне хочется Играть на победу Но у нас просто Тиммейты стоят И кемпят Да то есть Я мог бы Так же само Стать где нибудь За стеночкой И стараться Играть на урон Накидывать домашку И не выдвигаться Под доставки Возможно У меня бы не было бы Такого большого количества Смертей И было бы намного больше Очков Но Я все таки Склоняюсь к тому Чтобы играть Играть в режиме На победочку Да то есть Если у нас регби Значит нам нужно Вести мячи Да это не супер Прибыльная тема В таких катках Где у тебя не получается Доставлять Но мы по крайней мере Стараемся Реализовать Свою комбинацию На победочку Так Крит у меня кстати Не залетел Одишка у меня есть ХП у меня опять нету У Титана кстати Эмми статус эффект Остается минута 40 до конца И я со своими 300 очками Конечно выгляжу Максимально Грустно Максимально грустно Так Викинг вжимает овердрайв Но здесь я думаю Что это не проблема Таких ребят Разбирать Ну и Как будто бы даже Вот здесь вот так вот Аха О боже Просто что это такое Просто что Это такое Я не могу нажать оверку Я не успеваю нажать овер То есть в тот тайминг Когда я хочу это сделать Я просто не успеваю Это сделать У меня просто респит Что-то как-то Ну прям максимально грустно Минута до конца Интересно сумею ли я Нажать овердрайв Так паладин вражеский Ставит еще и флаг Габела конечно Габела в этом плане Просто габелье У нас какое-то Как детей Чел пишет в чате Я с ним полностью согласен Просто как детей Просто как детей Нас развалили Бесшансово Здесь кстати я мог По идее сводиться Нажму Хороший овердрайв 40 секунд до конца Бэм Давно у меня не было Таких каток Если честно Ну вот Настолько таких каток У меня давным-давно Не было Давным-давно Не было Так Пробуем влететь 20 секунд до конца Здесь еще и резиста Хотя 3 всего лишь резиста 14 на 29 Просто 14 на 29 Я бы не сказал Что это устройство Так сильно слабо Да Или пушка Просто Ну какой-то такой вот Анлак Какой-то такой анлак Просто случился И Вот так вот грустно Мы заканчиваем Этот бой Пишите что вы думаете По этому поводу Часто ли у вас Такие бои Встречаются В рамках матчмейкинга Где вы ничего Абсолютно не можете сделать Обязательно поддержите Данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Ну у меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока